Лекция Пашимадбхагаватам. Песнь третья, глава 26, текст 32. Прочитанная его божественной милостью Ачебхактивидантой с вами Прабхупадой, 9 января 1975 года в Бомбее. Когда половая энергия верховной личности Бога приводит в движение эгоизм в гоне невежества, на свет появляется тонкий по природе объект слуха, звук, а из звука возникают эфир и орган слуха. Итак, в начале творения появляется звук. Современные физики тоже согласны с этим. Звук и свет в соответствии с их теорией. Но звук является источником творения, смешанный с гононевежеством. Здесь, в материальном мире, все является духовным отражением, покрытым материальными элементами. Итак, когда этот звук очищается, или когда вы ловите духовный звук, то снова начинается ваша духовная жизнь. Из материального звука возникает материальное творение. Прежде всего, создается небо, набха, или эфир. Из эфира создается воздух. Ветер из воздуха создается огонь. Электричество. Из звука, как мы видим, в небе, мы видим электричество, то есть огонь. То есть из неба, из пространства возникает звук. Из звука воздуха. В результате трения воздуха электричество, или огонь. И затем в огне возникает вода. После воды уже суша. Земля. Это Панча Бута. Пять грубых элементов. Они появляются из тонких элементов. Из тонких элементов постепенно развиваются грубые. Итак, в эфире появляется звук Шабдагам. Из звука возникает инструмент для звука, для слушаний Шротран. И аналогично наши тонкие чувства. Рупа, Раса, Шабда, Спарша, Гандха. Сначала Шабда, затем Спарша, Спарша. Значит, касание. Когда есть воздух, есть ощущение касания. Тактильное ощущение. Когда же возникает огонь, возникает и форма. Если есть вода, то возникает ощущение вкуса, раса. И из расы, из воды, когда появляется земля, тогда возникает Гандха. То есть обоняние. Насколько научно это объяснение? Рупа, Раса, Ганда, Шабда, Спарша. Это чувственное восприятие. Чувственное восприятие возникает из пяти элементов земли, воды, воздуха, огня и эфира. Над этим всем есть еще более тонкая материя, ум, разум, эго. И затем за этим всем существует душа. За всем материальным творением есть верховная личность Бога. Это не происходит автоматически. Во время секса, когда мужчина извергает семя, это приводит к беременности. Это не происходит автоматически. Об этом же говорится здесь. Это означает, что происхождение этого творения это тамагуна. Здесь все в невежестве. Каждый из нас в невежестве. Поэтому беды говорят тамаси-ма. Не оставайтесь в тамаси. джотир-гама. джотир-гама. Браман. Попытайтесь выйти. И все ведическое знание основано на этом принципе. На том, как опять выйти из-под влияния тамасика-гуны и прийти к саттва-гуне и затем превзойти саттва-гуну, подняться на трансцендентный уровень Брама-буты. Как материальное творение порождается материальным звуком и побуждение на все это исходит от духовной личности Бога. Точно так же при помощи духовного звука вы можете выбраться из этого мира, потому что звук это центральный момент, когда он смешан с тамасом, с тамагуной, тогда начинается материальное творение. И точно так же, если вы непосредственно поймаете этот звук, на самом деле звук духовен, ведический звук, ом, шабда-брама, ом-карам. Ведический звук начинается с ом, это звук. Если мы словим этот звук и будем продвигаться дальше, шабда-анаврити, в веданта-сутре говорится, ана-врити. Когда круговорот рождения и смерти прекращается, ом-кара, если человек в момент смерти произносит ом-кару, то он тотчас же переносится в духовный мир, в безличное духовное сияние. Но если вы можете повторять Харея Кришна, то вы сразу же переноситесь на духовную планету. Об этом сказано в Бхагавадгите. В момент смерти, если вы сможете поймать этот звук ом-кара или Харея Кришна, если вы произносите ом-кару, то вы переноситесь в духовное небо. как говорится, как говорится, сабдат, сабдаматраб, обхуд, набха, набха, это небо. небо. Так, есть такая граница, когда начинается материальное небо, кончается духовное небо. Небо духовно. Оттуда как раз доносится шабда. поскольку есть небо, есть звук, поскольку есть звук, есть инструмент для слушания, для того, чтобы мы могли слышать этот звук. Итак, наше материальное и духовное положение в конечном итоге зависит от звука. И этот звук представлен в его изначальной духовной форме, он называется ведой, шабда-брахма. Шабда-брахма. Брахма значит шабда-брахма. Шабда-брахма была импартед или вибрирована Кришна в сердце Брахмы произнес или вложил этот звук шабда-брахма. И тогда тот смог осознать свое положение. И услышав этот звук, он составил Брахма-санхита. Брахма, Лорд Брахма, вы повторяли эту Брахма-санхиту много раз. При помощи личного осознания, по милости Кришны, благодаря этому звуку, трансцендентному звуку, внедренному в сердце, он смог увидеть весь духовный мир, как он есть. И это описано в Брахма-санхите. Он не заявляет, что я первое сотворенное существо. Хотя в этом материальном мире Брахма является первой личностью, первым существом. Затем Господь Шива, Рудра. Но до Брахмы существует Вишна. Поэтому говорится Ахам Эвасам Агре. Агре до творения был только Вишну или Кришна. Не было ни Брама, ни Шивы. Это слова Вет. В начале был Господь Вишну. И мы знаем метод творения. Была вода, в этой воде возлежит Маха-Вишну. И из спящего Маха-Вишну исходит множество вселенных. Они создаются в результате процесса дыхания. Когда он вдыхает, весь мир уничтожается. Таким образом функционирует материальное творение. И как мы должны понять, что на самом деле творение начинается в тамагуне, возбужденное бхагаваном. Викур бханат бхагавад бхиджа чу ва это не происходит само собой. Например, если вы возьмете два химических вещества, соду и лимонную кислоту и смешаете их, сделаете раствор соды и лимонной кислоты, смешаете их, что произойдет? Пузыри. Да, будет выделение газа, шипение. Вот это шипение происходит не из-за этих химических веществ, а из-за химика, который смешивает эти два вещества вместе. Тогда происходит появление пузырьков. Происходит реакция. Так современные ученые, они не способны увидеть, кто же смешивает эти химические вещества, поскольку Кришна говорит, поэтому ученые не могут увидеть. Они не могут увидеть. Они видят лишь два вещества, они смешиваются воедино. Но кто их смешивает, они не видят. Но это Бхагава Дхирия Чоди Тат. Пракрити функционирует, происходит взаимодействие двух веществ или множество веществ. Они признают это, что химические вещества уже были, но откуда они взялись? они говорят, водород и кислород смешались вместе, образовалась вода. Сейчас вы видите гигантские просторы воды, не только здесь, но есть множество других океанов, Тихий океан, Атлантический океан, не только на этой планете, но есть бесчисленные планеты и бесчисленные тихие океаны. Все это плавает в воздухе. Откуда столько химических веществ? Кто это все предоставил? Если водород и кислород — причина воды, то откуда взялось столько химических веществ. Конечно, они появились в результате того же процесса, как описано здесь. Все это появилось из неба, а небо возникло благодаря Бхагават Вилье в Тамагуне. Так изначально все исходит из Верховной Личности Бога. Поэтому Кришна, давая простое объяснение материи и сообщая нам, глупцы, попытайтесь понять, я источник. И Веданта Сутра говорит, «Джанма-Аддаса-Ятаха», «Джанма-Ади», «Джанма-Ади», «Из кого?» «Брама-Ади», «Это Кришна». «Джанма», «Джанма», «Творение», «Проявленный космос». «Кто же причина Джанмы?» «Причина Кришна?» «Дивана». «Он» «Причина» «Брамы», «Шивы». «Падма-Палаш-Лотангенская», «Падма-Ламо». 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 «Вишну также называют падма-Напхой». «Падма-Ламо». «Он» «Из его пупка» «Появляется лотос». Там Брама появляется, и затем Брама уже наполняет всю Вселенную. Изначальный Творец — это не материя. Материя создается высшим живым существом. Вот это нужно понять. Итак, современная теория гласит, что это космическое мироздание возникло в результате соединения химических веществ. Они написали книги о химической эволюции. Тот же пример — раствор соды и лимонной кислоты приводит к образованию газа. Но кто смешивает Бхагавад, Вирья, Чодито? Это необходимо понять. Итак, начало Творения укладет верховная личность Бога, Кришна. Это следует понять. И начало Творения — это Шадда. Есть эфир неба. Я думаю, современная наука также признает, что Творение возникает со звука. Есть много теорий звука. Они написали много книг о звуке и о свете, о химическом составе. Здесь также говорится, что из звука создается небо, затем воздух, затем огонь, затем вода, и, в конце концов, это земля. Итак, на земле есть пять чувственных объектов. Рупа, Раса, Ганда, Шабда, Спарша. В земле мы увидим форму, есть вкус. Если вы попробуете на вкус землю, грязь, вам она покажется соленой на вкус, потому что земля на 60% состоит из соды. Таков химический анализ. Итак, вы почувствуете вкус земли, Расу. Рупа, Раса, Шабда. Рупа, Раса, Шабда. Ударьте по любому металлу, вы услышите звук Шабда. Рупа, Раса, Ганда. Запах. Мы видим, сколько растет разных цветов. Откуда у них этот аромат? Из земли. Гурной запах, хороший запах. Все это идет от земли. И где же тот химик? Тот химик, который сможет экстрагировать аромат розы из земли. Никто так не сможет. Но он есть. В этом нет сомнения. Откуда он берется? Вы наслаждаетесь ароматом, благоуханием розы. Но откуда это благоухание? Из земли. И из парша. В воде одного не хватает. В огне уже не хватает двух качеств. А в воздухе не хватает уже трех качеств. Ну и в звуке только звук есть. Звук изначальная причина. В нем не хватает четырех качеств. То есть звук изначальная причина этого творения. Творение, в котором мы обусловлены материей. Потому что я вечная душа. Я не имею ничего общего с материальной атмосферой. Итак, эта душа не имеет ничего общего с материей. Но из-за общения с материей, в результате разных процессов, мы обросли вот этим материальным телом. И сейчас мы запутались здесь. Как рыба, которая запутывается в сети. Точно так же мы, живые существа, запутались в сети вот этих материальных элементов. Так что это очень тяжелое положение. Как рыба, которая попалась в сеть. Рыбака. Майя. Точно так же мы сейчас оказались в ловушке сети, созданной материальной природой. Потому что мы общались с определенным качеством материальной природы. И поэтому сейчас мы запутались. Как рыба запуталась. Точно так же и мы запутались. Материальный мир подобен огромному океану. Баварного. Арного значит океан. Бхава. Это то положение, когда нам приходится снова рождаться и снова умирать. это бхаварного. Это бхаварного. Это бхаварного. Еще до творения у меня уже были результаты своей материальной деятельности. И так или иначе сейчас я пал в этот океан. Проговорот рождения и смерти. так как рыба борется за жизнь, она пытается выбраться из сети. Она неспокойна. Она бьется. Она хочет выбраться отсюда. И в этом состоит наша борьба за существование. Мы хотим выбраться, но мы не знаем как. И так, чтобы выбраться отсюда, это можно только по милости Кришны. Он способен на все. Он может сразу же освободить нас от этих сетей. Но если почему он всемогущий, я не могу сам выбраться. Рыба не может выбраться сама. Но если рыбак захочет, он может достать рыбу и точно же бросить ее в воду. И он снова заживет. Но точно так же, если мы предадимся Кришне, он может мгновенно избавить нас от этого. И он говорит, просто предайся. Как рыбак, он видит, что рыба бьется, но если рыба предается, рыба хочет предаться, но она не знает языка. поэтому она остается в сетях. Но если рыбак захочет, он может достать ее и бросить в воду. И точно так же, если мы предаем всех Кришне, и человеческая жизнь именно предназначена для процесса предания, в других формах жизни это невозможно. Рыба не может это сделать. разница между жизнью рыбы и моей жизнью такова, что рыба запуталась в сетях. У нее нет силы, она обречена таким образом по милости природы. Эта рыба, она идет путем эволюции. Живое существо запутывается в сетях материальной природы. Ему приходится проходить через 9 лакхов разных форм обитателей вод. Здесь 9 лакхов разновидностей обитателей вод. Шастра говорит, сколько мы наблюдаем разных форм жизни в воде. Но их очень много. Из шастры мы узнаем о таких китах тими. Есть другая рыба, которую называют тимингала. Тимингала, она настолько огромна, что она проглатывает китов, как мелкую рыбешку. Такую рыбу называют тимингала. Мы не видели, но шастра говорит, что такая рыба существует. Поэтому мы видели. шастра чакшу, мы должны видеть глазами шастры, иначе что вы можете увидеть своими крошечными глазами? Вы не можете до четырех ярдов увидеть. Ваше зрение несовершенно. Любое ваше чувство несовершенно. Вы видите солнце, но что вы видите, оно вам кажется просто диском, но оно в 14 тысяч раз больше этой планеты. Так что у ваших невооруженных чувств нет ценности. Не пытайтесь получить знания при помощи вот этих невооруженных своих чувств. Попытайтесь обрести знания о том, как возникает творение. Об этом рассказывают великие учителя, такие как Капила Дева. Если вы примете это знание, оно будет совершенным. Если же вы будете придумывать, возможно, был какой-то сгусток, произошло это или то, это все чепуха. По крайней мере, мы, люди в сознании Кришны, не признаем эти абсурдные предположения. наши знания мы получаем Тадвик-гьянардхамсагурумэйва абигачхет. Тадвик-гьянардхамсагурумэйва абигачхет. Так предписывают веды. Если вы хотите обрести совершенное знание, Тадвик-гьянардхамсагурумэйва, вы должны обратиться к Гуру. И вот Гуру, Капиладева, или Кришна, Бог. Бог есть Куру, изначальный Гуру. Бог дал знания Брахме. Брахма научил Нараду, Нарада вьясадеву, вьясадева дает знание нам, и это вклад вьясадеву. Если вы следуете этой ученической преемственности, то обретете совершенное знание. В противном случае, если вы будете измышлять, то вы останетесь во тьме от тамаси. Какие у вас способности, все ваши чувства несовершенные, как вы сможете обрести совершенное знание? Ничего не выйдет. Поэтому предписание таково. Вы должны отправиться к Гуру. И кто такой Гуру? Это система Парампуры. Таков метод. Если вы хотите совершенное знание, вы обязаны обратиться к Гуру. И кто такой Гуру? Гуру это представитель Верховной Личности Бога. Кришна говорит Ачарья Мам Винджанья Он это Я Сам. Это Я. Потому что Он Мой Совершенный Представитель. Он не станет говорить никакой чепухи. Он будет говорить то, что Он услышал от Меня. Поэтому Он Ачарья. Ачарья это тот, кто знает Шастру. И он практически следует ей в своей жизни и тому же учит своих учеников. Это Ачарья. Ачарья это не самозванец. Нет. Ачарья это Ачинотия Шастра. Тот, кто понимает Шастру. Ведическую Шастру. И следует ей в жизни и учит тому же своих учеников. Это Ачарья. Итак, Ачарью не следует считать обычным человеком, потому что Он представитель Кришны. Шастру. Шастра нет. Напрямую Сакшат. Сакшат значит непосредственно почему Он является прямым представителем. Допустим, Кришна явился пять тысяч лет назад или миллионы лет назад. поскольку рассказываю рассказываю тебе Арджуна, она неизменна. Итак, уроки Бхагаваджиты нельзя изменить по прихоти каких-то негодяев. Это невозможно. Ахам Авья-ям Ахам Авья-ям Авья-ям это йога есть Авья-ям Невозможно, чтобы с тишением времени значение этой науки изменилось. Значение и смысл останется тем же самым. Миллионы лет назад Кришна сказал Ман Манабхавамат Бхакто Это не означает, что смысл поменялся, потому что это уже очень древняя наука, сейчас я могу изменить ее. Рассказчик может сказать, что когда Кришна говорит «Манмана Бхавамат Бхакто», Кришна уже мертв, его уже нет, сейчас я воплощение Кришны, думайте обо мне. Вот что происходит. Вот такое невежество, такой обман имеет место. Кришна сейчас мертв, его нет, я теперь Аватара. Ответ таков, когда вы умрете, кто-то другой придет. Например, смысл слов «Моя голова». Один мальчик читал «Моя голова», и учитель объяснял «Моя голова» значит «Моя голова». Ребенок подумал, учитель сказал так. Когда он объяснял смысл слов «Моя голова», это «Моя голова». Ребенок подумал, учитель говорит «Моя голова», поэтому «Моя голова» значит «Голова учителя». Пришел другой человек, нет, нет, это не голова учителя, это «Моя голова». И он подумал, что голова брата, потом голова отца. Он был озадачен. Как из-за этих невежественных толкований, негодяев, люди озадачены, кому же предаваться? Поскольку Кришну же я не вижу. Нет, Кришна всегда существует. Кришна существует. И чтобы вы видели Его, Кришна явился перед вами. Вот Арча Мурти. Мы служим Арчи Мурти. Не думайте. Арчи Вишну Шилади. Если вы негодяи, вы будете думать, эти люди служат каменной статуе. Негодяи будут так думать, но это не так. Здесь мы на практике служим Кришне. Тот же Ачария. Он учил их. Вот Кришна. Вы должны поклоняться этой Арчи Мурти, Шиви Грахе. Радханам. Это Парампара. Это Ачария Панха. Итак, поклонение совершается в системе Парампара. Это не выдумка какая-то. Если вы будете следовать словам Ачарии, то вы станете совершенным. Пранипатэна Парипарцнеина Севая. Если вы следуете наставлениям Ачарии, то вы в совершенстве поймете все. Но вы должны понять при помощи Пранипатэна, при помощи смирения, а не бросая вызов. Если вы бросаете вызов, то вы никогда не сможете понять. Весь этот процесс зиждется на смирении Сарва Дхармана Паритеджа. Если вы не готовы предаться, смириться, то вы никогда не сможете понять это. Вы всегда будете оставаться в Тамасе, Тамасе Ма. Но не оставайтесь в Тамасе. Идите к свету. Продолжение следует...